Всем привет, вы на игровом канале Паша Кинга, и да, впервые за долгое время я не стримлю, а записываю летсплейный ролик. Собственно, почему бы и нет, и вот мне как раз попалась на глаза Self-Isolation, это очень маленькая инди-игра от совершенно небольшого разработчика, может быть даже один человек ее делал, я не уверен. Self-Isolation, игра про изоляцию, про домашнюю изоляцию в период пандемии, якого вируса, который тут совершенно не тот, о котором ты мог подумать. Любые совпадения с происходящим за окном, это не по-настоящему, да, это все выдумка, это исключительнейшие случайные совпадения, вот, как-то так. Давай посмотрим уже, не будем долго разглагольствовать, что это за игра и с чем ее едят. Так, правая клавиша телефон, кнопка домой на телефоне нажимается, E, взаимодействие с различными предметами, хорошо. Так, поговори с Ольгой, твоя жена. Обычная, обычная квартира российская, у меня такой ковер был в детстве, прямо вот возле моего дивана, где я спал, лежал. Ну, только диван был разложенный, я обычно лицом прям этот ковер, вот, и спал. Тихо-тихо-тихо-тихо. Так, надо взаимодействовать. Нахрен этот мир, я не хочу, я не хочу его видеть. На свет это никак не повлияло. Хорошо. Так, у игры достаточно тихая музыка, надо ее, наверное, прибавить вот так чуть-чуть, вот, и все. Ну, прям... Так, дочка Аня. Привет, пап, у меня все хорошо. Я скоро ухожу в школу. Можешь работать на моем компьютере, я не против. Почти. Слышь, соплячка, это мой компьютер, я его купил. Ладно. Что-то я открываю дверь, как лютый черт. Ты посмотри, просто хлопаюми дверьми. Вот, правильно, на кухне. Доброе утро, Дим. Я иду в магазин сегодня после работы. Что нам нужно купить? Так, все необходимое вкусное. 1200 юблей. Тут не рубли, а юбли. Вот. Что нам нужно купить? Ваши текущие деньги. 10 тысяч юблей. Так, только необходимое, плюс вкусное. Только необходимое, пускай купит. Так, вот только... Только все необходимое. Только все необходимое. Хорошего дня на работе. И тебе. А я, видимо... Да не ломай ты столы, ну! У вас новое сообщение в телеге. Так, телега. Начальник, доброе утро. Доброе утро, ты уже знаешь, многих переводить на удаленку. Дошла и до нас очередь. Мы тебе построили... Настроили компьютер и почту. Твоя задача проста. Выдавай QR, пропускай всем людям, моложе 65 лет. Кто подал заявку через программу на компьютере? Так как пандемия настигла... Да блин, хорош. Заколебал писать. Так, настигла нас внезапно. Мы программу делали на скорую руку. Наши программисты сделали всего кнопку выдать... Только одну кнопку выдать QR-код. Поэтому просто не... Выдавай код, кому не положено. Садись за компьютер и работай. Тогда в QR-программе. Угу. Так, я не отражаю зеркало. Могу я помыться? А в туалет сходить? Нет, не могу. О, у меня есть тело. Ой, а что это у меня такие перчатки модные? Смотри. А, вот эта, кстати, штука мне тоже нужна. Видишь, вот это вот на руке? Это от туннельного синдрома. Когда рука болит, это за частая работа на компьютере. Вот такая вот хрень происходит, да. Почему у меня нет своего компьютера? Компьютер только у дочки. Ну ладно, ну все лучше детям, как говорится. Садись. Чего? Оно вибрирует? Сказала что-то, держа кота. Не, я понимаю. Просто. Ладно. Так, QR-код generation up01 при альфа. Вы готовы к работе? Вам следует ознакомиться с инструкциями на почте, прежде чем продолжить. Ну давай. Жена ушла на работу, дочь ушла в школу. У вас новое сообщение в телеге. Так, удачи, садись за удачей. Все, спасибо. Так, ну допустим. Ну 32 инженера, ну давай. Так, Лазарь, певец. Николаев Лазарь Филиппович. Ладно, он мне никого не напомнил, если что. Казаков Санислав, бармен. Так, ну врет, ну врет Лобанова Вера Каляевна. Каляевна. То, что ей 51. Ну я же младше. Вот, пенсионеры, извините, извините. Биолог, до свидания. Эфициант, на. 19 лет? Ну ты парень, ну ты вообще как ты, Авдеев? Как его звали? Лапин Валерий Якимович. Бизнесмен. Ну да, бизнесмен. Так, музыкант, на. По-моему, вообще жена наша. Так, ну вот тут спорно. Гагарина Элеонора Варнавовна. 63 года тут уже. Ну ладно, на. Выдаем. 85. Ах, сись, мать! Чупека Витальевна. Дом сиди. Иди. Вот жалко нет сказать. На, переводчик. Ну на. Калинина. Болисаева. Тимофеев Алекс Матвеевич. Поэт. Ну на. Долго еще этой хрень? А, хотя вот, время бежит. Так, ну все. Вот теперь стандартная ситуация. Все зависло. Все зависло, ничего не работает. Можно вот так вот сказать. Техподдержка! Сисадмин! Ну ничего, мы ждем, мы ждем. Ничего страшного. В конце концов, люди дома посидят, ну не обломаются, да? Так, кажется, что-то сломалось. Стоит спросить об этом у начальника в телеге. Уровень стресса увеличен. Как мне писать текст? Да, во. Привет, я не могу завершить свою работу. Сообщение, подключение к серверу. В чем дело? У нас закрылся сервер, поэтому день закончен. До завтра. Спасибо. И жена пришла домой. Так, деньги. А, короче, мне бы накинули деньжат. 600 юблей. Ольга, Дим, оплатишь счета. Бумаги здесь, на тумбочке. Мать, ты в смысле, ты обалдел? Ты сама работаешь, между прочим. Возьми да, оплати. Включить вам телек? Нет? А это что такое? Так, а что? Иди пожрать, приготовь, я весь день работал. Так, держи, чтобы оплатить ежедневные счеты. Счет на 370 юблей. Так, в эфире, ваше любимое. Что? Мы пригласили в студию бомжа Васю, который на прошлой неделе сломал вышку 5G. Бонни, что ли? Василий, что вы можете сказать по поводу этих... 5G, это зло, это все правительство. Бургерстана, да, это все они, правительство Бургерстана. Спасибо, Василий, за очень развернутый ответ. Но у нас в студии есть и сторонник 5G. Встречайте, эксперт 5G, Петр Дулов. 5G, что ты можешь сказать по поводу того, что 5G убивает людей? Они не опасны, так как... Вы все вретете, этот заговор 5G вызывает совет 19. Ну, послушайте. А я предупреждал еще, когда было 3G, мне не верили. А что будет дальше? 5, 6G? Я не могу так вести беседу. Ну, все, я ухожу. Вали свой Бургерстан и не возвращайся. Спасибо нашим гостям за столь содержательную беседу. Беги тебя и своих близких. Вечернее шоу! Вот поэтому я не смотрю телевизор. Так, надо поесть, наверное, да? Нет? Так, можешь с женой поговорить. А, надо с дочерью поговорить? Какого черта? Ну, как день прошел? Что нового в школе? Только не говори, что тебя отправили домой. И нам еще только вот этого не хватало. А у Васьки сегодня и на это не было. Вот лол. Он не смог получить QR-код и единственный из класса. И сидел дома вместе уроков. Вот неудачник. Дорогая, как прошел день? Как на работе? Хорошо, клиентам нравятся мои стрижки. Правда, поговаривают, что нас могут закрыть из-за совет 19. Но не думаю, что это правда. Конечно, кто же тогда будет людей стричь? Ну да, естественно. А у тебя как день прошел? Нравится новая работа? Да нормально. Разай куркоды. Скучно программисты даже кнопку отказать не сделали. Все коды правильно раздавал. А потом у них сервак сломался. Пусть чинит теперь. Молодец. Рада за тебя. Все, я спать. Вот, пошли. А, жена в койку. Так, у вас есть фонарик в вашем телефоне. Это что, сейчас скримак будет? Я не хочу. Блин, падла. Извините. Ой, знаешь, как тяжело терпеть, когда уже начал. Ну, с открытой дверью кто сыт-то? Ты глячу, можно даже сдернуть? Пожалуйста, только без скримаков. Я не хочу. Че? Да уйди ты с толку нахрен. Че, скримак был? И скримак пропал. Это что, это что, хоррор? Ну, да. Качество, конечно, такое себе. День первый, начало. Это был первый день самоизоляции. Я выдавал коды правильно и не получил штрафов. Я решил не экономить на еде. Ночью мне плохо спалось. Ну, бывает. Деньги 10 тысяч юблей плюс 460. Отношения в семье хорошие. Уровень стресса отсутствует. Незначительный плюс. Хреновенько. Нужно поговорить с женой по поводу покупок. Так, фонарик не работает? Ага, работал всю ночь. Ну, правильно. Так, доброе утро, милый. Как у тебя дела? Так, кошмары ночью мучили. Ты не переживай. Наверное, ты просто нервничаешь после первого рабочего дня. Пройдись на магаз, а станет лучше. Сегодня твоя очередь в магаз идти. Благо, еще правительство не додумывалось водить пропуска за поход в магазин. Что нужно купить? Нужно купить молоко, яблоки, туалетные бумаги и гречки. Спроси еще дочку, может, ей что-нибудь нужно купить. Так, ну хорошо. А что бы не сходить в магаз? Знаешь, выходить на улицу надо, прогуляться там, все дела. Ань, что тебе купить? Собачку. Я вообще-то продуктовую еду. Тогда купи шоколадок каждому. Ну, хорошо. Хорошо, я куплю всем сладкое. Хорошо себя веди и слушай себе маму. Тьфу ты, я говорю, все. Я пошел. Еееей, папочка, ты самый лучший, спасибо. Я пошел в магазин. До вечера, милый. В смысле, до вечера, милый? А что, в магазин далеко, что ли? Я тебе написал из Пискаров, отправил в телефон, чтобы ты не забыл. До вечера, папочка. Всем пока. В смысле, до вечера? Я иду в магаз. Я иду в магаз. Он, вон, он просто внизу жив. Так, ну, давай, крупа, две штуки. Яблоки пять штук. Ну, начнем. Можно взять? Нет. Так, ну, я видел там молоко. Да еди, твою, блин. Масла нам пока не надо. Взять мороженое. Я как-то говорю, нет. Так, молоко. Сколько надо молока? Две штуки. Как мне это взять? Не понял. Не понял сейчас. А, во, молоко. Один, два. Все по списочку. Вообще, ни в коем случае не берем ничего лишнего. Времена тяжелые. Макароны. Нет. Нужна крупа. Блин, все просто вынесли нахрен. Так, шоколадки. Один, два, три. Всем на троих. Сосиски. Пицца. Не, это все баловство. Куда ты пререшь? Охаянный. Так, бабуля, извини. Вот молодежь пошла. Она пивас выбирает. Не надо трогать бабку, которая ест пивас. Сколько нужно крупы? Две штуки. А ведь мы воевали. Вот как сейчас помню. Затксичь тоже бабку, я ушел. Все. Так, гречка. Две штуки. По-моему, пять яблок и туалетная бумага, да? Сколько нужно пять яблок и одна туалетная бумага? Свиноты какие. Накидали всего. Так, один, два, три, четыре, пять. Надо продукты всегда покупать по списочку. А что ты? Возьми. Вот. Все. А что, таймер еще идет? Ну, бабка, ты меня сейчас смутила. На кассу? Здрасте. Пакет нужен. Да. Ну, куда там? Два молока, пять яблок, крупу. Вот это вот все. Карта магазина девяточка есть? Нет. А оформить не желаете? Нет, спасибо. Товар по акции? Нет. Хорошо. Вам нужно заплатить 675 ювлей. На, держи. До свидания. Пока. Дай, дай, дай я выйду. Таймер тебе щелкает. Все. Почему до вечера меня вообще отправили? Тут делов на две минуты. Меня больше напрягает хоррорная составляющая этой игры. Так, а где мелкая телек смотрится? Так, после того, как я дал пендели этим программистам, они починили сервер, они сделали кнопку отказать. Ага. Выдавай коды всем депутатам. Даже если они старше 65 лет, все, иди работай. Ага. Короче, депутатам надо выдавать. Ну, блин, депутаты. Выборы, выборы. Кандидаты. Ага. Ельцин Денис Наумович. Твоя жирная мамаша. Ну, ей 35, значит, пофигу. Выдать. Дизайнер. Якубовича Светлана. Ну, на. Судент. На. Какие-то странные фотки у этих людей. Абсолютно рандомные. На. Достоевская. Марта. Модульер. О, какая. Иванков Осин. Сталин. Пенсионер. Ну, он же не депутат. На. Извините. Так, спортсмен. На. Бабкова. На. Нифига сего. Инженер. Программист. На. Зачем программисту? Вообще пропуск нужен. Эфициант. На. Ну, 62. Я не встречал, если честно. У. А, ну, 62. Так, школьник. На. Военный. На. Ну, 62. Пофигу. Главное, что не 65. Бабуль, извини. Политик. Ну, 19 лет политик. Скорее, сын политика. На. На. Переводчик. Опять Сталин переводчик. Ульянов. Так, фермер. А зачем фермеру пропуск? Ну, хотя, если надо поехать, товары, наверное, продать. Ну, просто фермер работает у себя и работает. Смотри, как быстро мы работаем. Быстрее, чем появляются новые запросы. Так, Ульянов Агафь. Я медицинский работник. Зачем медицинским работникам пропускаю? Медицинские работники в такое время должны работать. Ну, в смысле, работают. Еще и вот эти заморочки. 90 лет, бабка, куда тебе? Куда тебе, бабка? Иди, дома сиди. Бизнесмен, ну да. Ну, просто смотри, медработник. Он, как бы, одежда передовой. И сейчас бы еще им с пропусками заморачиваться. Так, художник. Да и художник ты можешь дома порисовать. Со своего веры. Военные. Хорошо, со своего веры. Так, да. Мишкин, пенсионер. Ну, я же не понимаю, депутат он или нет. Дома сидите. Ну, опять же, знаешь, пенсионеры могут тоже работать, а... Нифига себе, программист военный. Ну, то есть... Так, дочь пришла домой. Все, деньжат мы заработали. Вообще, потому что без штрафов. Красиво. Так, деньги... Ну... Ваша жена заработала 600 юблей. Скоро она не будет зарабатывать. Так, нижней. Дим, оплатишь счета? Ладно. Они на тумбочке, так же, как и всегда. Так, а как сходил в магазин? Все, что же купил? А, типа, они нам говорили, увидимся вечером. То, что, ну... Потому что они ушли в это время на работу. Спасибо, что купил все, что нужно. И спасибо за шоколадки. Угу. Все? Посмотрим зомбоящик? Хорошего вечера, жители Юблинской Федерации. В эфире ваше вечернее шоу на Первом Государственном Канаде. Сегодня мы будем узнавать, насколько вредны гамбургеры. Мы пригласили в студию бомжа Васю, который на прошлой неделе съел гамбургер. Василий, что вы можете сказать по поводу этих... Респект с этим как-то... Хангархам. Эх, нашел в помойке и поел впервые за 6 дней. Спасибо, Василий, за очень развернутый ответ. Но у нас в студии есть и противник хамбургеров. Встречайте. Эксперт в гамбургерах Анна Толстых. Когда-то я ела гамбургеры каждый день и превратилась в чизбергер. У-ля-ля. Спасибо, Анна, за очень развернутый ответ. Василий, как теперь вы относитесь к хамбургерам? Василий? Как-то Василий сбежал из студии. Наверное, я ему понравилась, и он сбежал из-за переизбитка чувств. Хо-хо-хо. Вот до чего может довести поедание гамбургеров. Спасибо нашим гостям за удивительную беседу. Берегите себя и своих близких. А, будет что-нибудь еще? Давайте еще посмотрим, мне даже нравится стало. А че я как олень-то стою? О, кстати, у меня лицо есть. Все? Он выключится сам? Хороший вечер, житель Юблинской Федерации. Или повтор будет? На Первого государственном канале. Сегодня будем узнавать, насколько вредны. Да, это мы все. Так, все, хватит. Уже повторы пошли. Спать. Вторая ночь. Тоже криповая будет. Должно остановиться по возрастающей, по идее. Крипове, крипове. Пойду что-нибудь съем на кухне. Не, ну ночью жрать, это такое себе. Так. Выйди. А можно... О, нихрена я могу щемить. Ты посмотри. Я хотел наоборот на шрифт нажать, чтобы он помедленнее ходил. Я бы не хотел пропустить скримак. Так, действовать. Что это? Так, что-то странное случилось в ванной. Блин, скримак бы не пропустить, пожалуйста. What the fuck? А что случилось-то? Что случилось-то? Так ничего же не случилось. Так ни хрена же не произошло. Почему мне так страшно? Все. Мелкая, что ли, балуется? Да, хорош. По-моему, игра сломалась. По-моему, что-то сломалось, да? Во-первых, тут летают стаканы. Надпись на зеркале. Не суди их. Ёб твою мать. Надо встретить, пока никто не увидел. Так, иди спать. Те явно нужно отдохнуть. День два. Туда и обратно. Ну, а, это не загрузка. Так, это был второй день самоизоляции. Я сходил в магазин перед работой, купил все, что сказала Ольга. Купил шоколадки. Я выдавал коды правильно, не получил штрафов. Ночью мне плохо спалось. Так, деньги. Ага. Юблики, видишь, юблики капают. Работаем нормально. Юблики капают каждый день. Отношения в семье отличные. Уровень стресса незначительный, не возрос. Потому что юблики капают. В семье все в порядке. Как бы, что нам стрессовать? Что ты ревешь? Только что позвонил начальник. Сказал, что все наши парикмахеры уволены. Хнык-хнык. Спросить причину увольнения, успокоить жену. Твою жену уволен. Ну, конечно. Ну, понятное дело, почему. Почему уж тебя уволили, все же было хорошо на работе еще вчера. Решение правительства из-за саранавируса, прихмахерская, закрывается. Никаких выплат не будет. Не переживай, найдешь работу в другом месте. Пока придется время пожить только на твою зарплату. Хнык-хнык. Эй, там на кухне. Эй, там на кухне. Быстрее к телеку. Бежим, бежим. Здравствуйте, жители Юблинской Федерации. В эфире новости на Первом Государственном Канале. Здесь вы узнаете все, что нужно знать каждому гражданину Юблинской Федерации. И сразу главные новости. Наш президент будет участвовать в выборах президента Юблинской Федерации. День голосования будет через 20 дней. А теперь послушаем прямую речь нашего президента. Дорогие юбляне. Судя по опросам, 90% людей поддерживают меня. И правильно делают. Никто и ничто не сможет остановить эти выборы. Ни Бургерстан, ни Ушана. Даже этот сарановирус. Мы пережили Первую и Вторую юблинские войны. И эту дрянь переживем. Для вашей безопасности я приказываю ужесточить меры по самоизоляции. Следуйте моим указаниям, и мы выйдем из трудной ситуации победителями, как делали наши предки. Осталось немного потерпеть. И мы одолеем печенегов. Вирус набирает обороты. Именно с такими словами сегодня выступил депутат Юблинской думы. Количество смертей превысило отметку в 50 человек. Поэтому с этого дня закрыты все образовательные учреждения. Также закрыты фитнес-залы и парикмахерские. Теперь, чтобы получить QR-код, требуется фотография паспорта. Коротко пройдемся по другим новостям. В Амске была открыта первая станция метро. К сожалению, она тут же была закрыта из-за карантина. На Челябинск упал метеорит. О, Чеблябинск. Снова. Местные жители ничего необычного не заметили. Сегодня вечером не пропустите примеру песни на сороновидении. Буду обучаться дистанционно через планшет. Так, больше это говно не смотрим. Так, теперь буду обучаться дистанционно. Так, ну придет счет, естественно. А мы пошли работать. Нет? На улице. Так, новое сообщение в телеге. Хорошо. Так, у нас сегодня несколько изменений. Чтобы у человека были паспортные данные и должные. Смотри, чтобы все поляцы подали. Если тебе будет писать депутат или человек в госдолжность, то ему надо будет одобрить заявку. Все, держит. Короче, паспорт, чтобы все поляцы... Возраст, паспорт. Все поляцы подали. Депутатов пропускаем. Хорошо. Давай посмотрим, как это будет на практике выглядеть. Так, инженер, приложенные файлы, паспорт. Ага, ну вроде все совпадает. Юблинская федерация, инженер. Выдать. Так, паспорт Энадный школьник. Это не он, это не его паспорт. Так, Марков, соответственно. Марков Афанас. Актер. Марков Афанас, хорош. Выдать. Так, Седов. Седов, Сергей. Седов, Сергей. Юрьевич. Модельер, на. Блин, номер паспорта не сверил. Так, Северный. Северный Виталий. Извините, паспорта вы не приложили Северный Виталий, поэтому сидите дома. Че, так мало людей на улицу? Кстати, это была правда. Вообще, вот. У меня вообще район весь просто тихий был. Ничего не происходило на улице. Перекати поле можно было увидеть. Так, Балабанова Лидия Ростиславовна. Ууу, 25. На единичку заканчивается. Балабанова Лидия Ростиславовна. Да, да, пожалуйста. Так, Бобров Анатолий Викторович. Художник ЕШ. 15, ЕШ 15, да, 663. Так, мужской Викторович, 41. 41, да, выдаем. Так, Дементьев Родя. Официант. Так, Дементьев Родя. Мужской 34, ЗШ 80, 463. Ага. Но пока что, видишь, всего один пытался обмануть. Так, Шаляпина. Профессор Юч. На 624 заканчивается Юч. 624. Профессор, 51. Шаляпина Маргарет Матвеевна. Маргарет Матвеевна. Да, выдаем. Так, Продавец. Фролов 39. МЕ 673. МЕ 673. Фролов 39, да. На, держи. Круглов Модя Каляевич. Биолог. НН. 861. 54. 861. 54. Круглов. Ага, да. Так, Белинский. 17. Ну, опять же, Калатрон. Так, АУ. 618. Белинский. АУ. 618. Ну, подходит. Место рождения. Водкоград. Гагарин, Георгий. Ну, это все. Хотя, подожди. До свидания. Дима, оплатишь счета? Бумаги здесь на тумбочке. Так, а что нам, Илья? Куар-код для девушки. Поверь, я или вас нашел в интернете. Говорят, что вы сможете раздавать куар-коды. И моему дедушке нужно завтра поехать сюда домой, в родной город. Ему нужно здесь закупиться лекарственными. Хотелось бы код для него. Есть ли способ решить этот вопрос? Пожалуйста, ответьте. Ну, это третий день. Это, извините. Извините, как бы, вы можете сами оформить на себя пропуск и съездить дедушке за лекарствами, да? Взять у него рецепт и съездить. Поэтому, блин, не трепите мне нервы. Я не хочу решаться своей работы вот в этот момент из-за того, что ты, сволочь, не можешь съездить дедушке за лекарствами, если это так важно. Хорошего вечера, жители Юблинской Федерации. В конце концов, есть доставки. В эфире ваше любимое вечернее шоу на Первом государственном канале. Сегодня мы будем слушать выступления телезрителей в поддержку борьбы с саранавирусом. Встречайте супергруппу. Не стесняемся. Посмотрел сериал восьмой И поел уж раз шестой Не могу это терпеть В четырех стенах сидеть Может быть и поливная Может быть и поливная В одеяло Пересмотрим все сериалы Молодцы разработчики Так, ну че? Я все еще в шоке от того, что меня уволили Как у тебя день прошел? Да, особо без изменений Все коды правильно раздавал Молодец, рад за тебя Как у тебя день прошел? Я помогал учительнице установить Видеосвязь со всем нашим классом Теперь нам преподают через телефон Кстати, там по телеку Сороновидение показывают Кстати, это... Ага Все, я спать Давайте посмотрим еще одну ночь И будем на этом заканчивать Хочется пить Ты че попил? У тебя в глазах-то потемнело Ты че водяры хлебнул? А, ну ладно Уже день третий Ужесточение изоляции Я думал, скримак будет Это был третий день самоизоляции Ольга потеряла работу И будет находиться дома Теперь моя семья будет жить Только на одну мою зарплату А она теперь обучается дистанционно И не ходит в школу Я выдавал коды правильно И не получил штрафов Надеюсь, завтра все наладится Ну смотри Когда ты сидишь дома У тебя траты сильно понижаются Да, то есть тебе не нужно платить за проезд Тебе не нужно Ты не нужно так часто менять одежду Да Да в целом, ну И все Да, но в любом В любом случае Да ты начинаешь больше жрать Мне кажется Потому что ты сидишь дома Ты начинаешь больше потреблять контента Но контент Ну в принципе Ты же за интернет там платил ежемесячно Да А он в большинство Мне кажется безлимитный Или вообще у всех сейчас Ну короче Такое себе Так Деньги Юблики растут Отношения в семье Отличные Незначительные А вот то, что Иногда шоколадочки Покупать Нужно Нужно Какое-то расслабление Морально-эмоциональное Нужно поговорить с женой Короче Какая-то такая игра Я думаю Все это будет ужесточаться И будет становиться Сложнее и сложнее Возможно Юбликов Будет не хватать Сюжет В принципе Я думаю Развивается Я без понятия До скольких дней Он тут будет развиваться Может недели две Если тебе понравилась Игра Мы ее продолжим Соответственность От тебя Я жду Что Все правильно Лайк Подписку И так далее Спасибо большое За просмотр Отдельное спасибо За лайки Комментарии За подписку на канал Не забывайте Про колокольчик Обязательно Ставьте колокольчик Чтобы не пропустить Новое видео Или стрим Подписывайтесь В группу Вконтакте В мой инстаграм Ссылочка В описании Как ссылочка С прохождением Это будет Я в инди дич Засуну эту игру В плейлист Соответственно Там будет все остальное Ссылка На плейлист Также будет в описании Все Всем еще раз Спасибо за просмотр До встречи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok